Некогда была на телевизионных экранах города, ныне покойная передача Корида. Ну, о покойниках либо хорошо, либо ничего. Там в ряду покойников еще прибыло, акселератор, другие пытались автомобильную тему порвать на части. Она такая маленькая, хватило только на автостоп. Так вот в той передаче как-то был материальчик про путешествие по автомобильным заправкам. Помнится, их чуть-чуть не накрыли. Ну, в смысле, не осудили. В смысле, не привлекли к ответственности. Мы сделали передачу про АЗС Береговая и сеть ее заправочных станций. Для чего? Для того, чтобы вам стало стыдно, господа владельцы других заправочных станций. Не за то, какой бензин вы там льете, это ваша совесть. За то, что вас не показывают по телевидению, потому что в автостопе появляются только лучшие представители. Ну, бизнеса, автомобильного бизнеса. Но не в коня корм, как говорится. И даже вопрос совести это не для всех. Потому что не так давно я заправился на ранее уважаемой заправке. И оказалось, что мой автомобиль, которому, казалось бы, все фель этого, начал себя вести неадекватно. То есть, ну, стучать пальцы начали. Это как вообще возможно? И для меня открыли небольшой такой секрет. Что оказывается, до сих пор в 95-й льет 92-й, а в 92-й заливают 90-й, фу, простите, какой-то в 90-й, 80-й. Ладно, 76-й бы. Так вот, здесь и вообще в сети заправочных станций, в которые входит и АЗС Береговая, и та заправка, которая находится на улице 50 лет магнитной пересечения Стивосяна, и у меня на вокзальной, заливают в 92-й только 92-й. Поэтому вот здесь, и там, и сям, где я уже озвучил, заправляйтесь без головников. Но, естественно, вас интересует не только мое мнение, и за этим мы сегодня отправились в наш воеждж. Здравствуйте. Добрый день. А вы знаете, что ваша УСД-ушка, она, в принципе, может спокойно ездить и на 80-м? А вот у нее под передним правым крылом стоит блок предохранителей и перемычка. Я знаю, но не хочу. То есть 95-й? 95-й. А где заправляет чаще всего? Ну, где придется. Просто сейчас получилось так, что везде на нуле, и я подъехал сюда, и все. А были раньше какие-то нарекания к другим заправочным станциям вообще? Потому что 95-й, это, по-моему, не везде 95-й. Ну, и 92-й тоже не везде 92-й. То есть выбираете, да, где заправляться будете? В основном, да. В основном, да. Ну, давайте, встретимся через неделю, скажите, как вы здесь заправились. Хорошо. Как часто здесь заправляетесь? Да, постоянно. С работы еду, как бензин, я так заправляюсь. Работаете на комбинате? Да, на комбинате. На какой проходной? На седьмой. То есть по дороге заправились? Обычно, как домой еду, так заправляюсь. То есть можно считать вас постоянным клиентом? Да, считайте так. А ну, были какие-то другие нарекания на других заправках? Ну, моя машина, наверное, все ест подряд. Все равно вот пальчики стучат, звенят клапанат. Ну, тут нормально пока, нормально. Еще на Тевосян я заправляюсь, там тоже хорошие. То есть Береговая – это одна из лучших заправок? Да, нормально. Это сервис. Когда еще Челейкин Алексей работает на заправке? Давайте посмотрим. Извините, вы частый гость здесь? Ну, как часто? Заправляетесь на этой заправке? Да, заправляюсь. Какого впечатления? Ну, бензин хороший? Нормально. Нормально. Соотношение цена-качество устраивает? Да. Теперь до хаты, точнее, до дома. Ленинский район, район вокзала, самый спокойный и экологически чистый. Единственное, но две пробки на химчистке возле зеленого рынка мрачают сложность заправок. Но ведь есть та, что повокзальная, между Лениной и Шишка. Заправляетесь где? Здесь бывает заправляюсь. Довольны? Да, нравится. Рядом, по крайней мере, в этом районе самая ближняя заправка. Больше здесь рядом нет. Ну что, часто здесь заправляем? Практически ежедневно. Так как рядом живем, удобно. Я смотрю, машина инжекторная прям шепчет. Что машина шепчет? Машина шепчет, что бензин хороший. В принципе, работает. Инжектор не чистили, проблем нету с этим. А зимой заводился нормально? Зимой нормально запускается. То есть вот эта зима, которая была минус 35, не проблема? Без проблем заводилась всегда. Постоянно с утра работаем, так что машина заводится. Хорошо, в принципе. А то, что поставили вот рядышком колонку с дизельным топливом, уже нету сомнений, что могут из 76-го 92-й налить? Да нет, таких сомнений нету, в принципе. Если был бы бензин немножко какой-то некачественный или разбавляли бы, машина бы сама сказала об этом. Так что, как бы, нормально, благодарны людям. Заправляют хорошим бензином. Главное, чтобы машина работала. Да, вот принцип жизни российских предпринимателей. В емкость из-под 92-го залить 80-й. А таким делом занимались, кстати, и российские предприниматели в Америке. Они брали дизельное топливо для населения по специальной цене, которым американцы поставили сеть заправочных станций. Ну, понятно, там бензинчик продавали, а вот дизельное топливо продавали по коммерческой цене автомобильного. Да, три года просто шоколадно жили. Потом минимум получил один. 17 лет, остальные пошли на 25 лет загорать. Что в России делается, я не понимаю, но вот отдельные бизнесмены города Магнитогорска этим и занимаются. В емкости из-под 92-го льет 80-й. Но вот наша сеть заправочных станций на береговой, здесь на 50 лет магнитки пересечения с Тевосяна и у меня там на вокзале, они поступили по-другому. Все, нету больше заправок с 80-м. Ну, смысл. Просто не нужно. Давайте поменяем все на дизельное топливо и на 92-й бензин. Настоящий, ГОСТовский. А дизельное топливо будем заливать по самой демократичной цене. 17 рублей за литр. Евро дизельное топливо. Ну, вот мне говорят, что я человек ангажированный. Но, честно говоря, вот заправляюсь на сети этих заправочных станций, они не такие навороченные, да, там нету евро. Зато колонка не обманывает. И вот у меня пальцы застучали. Здесь заправляешься как? Ну, вот здесь заправляюсь нормально. А вот на других заправках тоже бывает такое. То есть вопросов нет, да? Здесь нормально, да. И, естественно, вот меня интересует, ну, субъективное ощущение. Естественно, нету фиолетового 6 литров, да? Как бы, ну, вот единственное, что я слышу, пальцы стучат. Машина не такого большого объема. Как она себя ведет после того, как заправляешься здесь? Вот как заправлюсь здесь, она вот едет отлично просто. Без всяких стучаний, без всяких вообще проволочек. А зимой тоже здесь заправлялся? Всегда здесь заправляюсь. И заводишься нормально? Отлично вообще. Вот именно эта заправка, она спасает мою машину.